всем привет еще раз я сейчас буду приглашать нашего асхата жексибаева скажите слышно ли нас или нет кто-нибудь скажите слышно не слышно так вот я вижу что подключается асхат потихонечку вроде бы как отлично вот я просто я же говорю как мне говорят старые динозавры да вот своего рода мы тоже немножко вчера седина это не признак стальны вы знаете так что это не правда не просто осваивать новые технологии да вот мы это и осваиваем учимся на ходу сегодня у нас особенный день день в сороковой день как с нами не стала Булата Агадила блогера известного активиста защитника прав человека и человек который защищал политически незаключенных выходил на множество мирных протестов одиночных пикетов и вчера у меня была большая свечка которая не поместилась в эфир сегодня со мной маленькая свечка которая обязательно помещается и я хочу чтобы каждый из вас вспомнил Булата вспомнил его вклад требовал международного расследования с участие международных организаций потому что именно ваша активность поможет сделать так чтобы действительно политическое убийство Булата Агадила не было забыто и асхат извините что я вот так прямо нахрапом мне кажется один из самых главных месседжей тем более сегодня в такой день и я солидарно с вами я очень хорошо знала Дулата мы с ним очень часто общались мы ожидали что он примет участие во встрече с европейским депутатом как раз таки перед ее отлетом к сожалению к тому времени уже были похороны Дулата и мы очень сильно рассчитываем что за счет того что вы как активисты требуете международного расследования как только сейчас будет уже понятна работа европейского парламента других европейских институтов и международных институтов в защиту прав человека мы все-таки добьемся того чтобы была специальная резолюция специальное слушание и расследование на тему политического убийства Дулата Агадила вот с этой ноты я хотела бы начать но также даю возможность вам задать мне вопросы мы сегодня повторяем по сути свой эфир связи с техническими обстоятельствами мы не смогли записать его с одной стороны а с другой стороны есть много новых обстоятельств которые произошли буквально вчера и даже сегодня происходит преследование активистов и я думаю что это тоже очень важно обсудить да вот я думаю что сейчас чуть позже я задам вам этот вопрос то что все же сейчас наших зрителей интересует этот первый вопрос почему я его поставил в пункт номер один это все-таки то как людмила козловская пришла история как вы стали гражданским активистом как вы стали правозащитницей путь ваш каков был ваш путь вот так если вкратце если вкратце это было сознательное решение прийти в активизм в сути в некоторой степени вынуждены как у каждого из вас нормальный человек как правило если становится активистом демократической стране то он занимается экологией защитой прав животных какими-то волонтерскими работами помощью больным больницах и так далее моя же история заключалась в том чтобы прежде всего выжить потому что а в севастополе вместе в котором я в городе в котором я выросла там было очень жестокое отношение к любым кто представлял другую национальность если например украинец или же ты какое-то другое национальное меньшинство как крымский татарин тебя могли запросто избить при этом жаловаться куда-либо даже если ты просто абсолютно ничего не делаешь ты просто идешь школу до твои учебники разрывают и так далее и тому подобное ты носишь очки ты просто другой ты блондин ты слишком темненький неважно то есть любая форма иного чем сын дочь военнослужащего российской федерации черноморского флота создавало риск что ты можешь быть очень сильно избитым и учителя к сожалению директоры школ они вообще никаким образом не реагировали на эту ситуацию я говорю про обычную украинскую школу в которой я начинала учиться это конечно сформировала во мне форма протеста мои родители тогда болели очень сильно единственный кто занимался фактически помогал и поддерживал меня был мой брат и даже он несмотря на то что он как-то старался выживать вести бизнес на тот момент севастополь был закрытым городом аж до 1996 года а де-факто еще дальше продолжался до 99 года закрытым городом а выжить в этом городе было крайне тяжело и поэтому я очень хорошо понимаю что происходит в других закрытых обществах и для меня была цель на тот момент выжить в этой ситуации и делиться опытом с теми кто также находится в такой ситуации почему потому что я знал о том что солидарность она помогает выходить из самых тяжелых ситуаций и это не просто слова это практика это моя жизненная практика поэтому когда началась оранжевая революция когда начался евромайдан я понимала что от моего участия зависит многое и это характерно чисто черта для очень многих украинцев а благодаря этому украина сейчас существует как демократическое государство это не оккупированное полностью государства не захваченные российской федерации а только часть территории которые к сожалению мы не смогли отстоять в том числе мой город родной севастополь но я больше чем убеждена что наступит тот день когда все-таки севастополь и крым вернется состав украины я смогу приехать на могилу своего отца своей бабушки и гулять по родным улицам и хочу сказать что то что делала моя семья а мы как многие другие украинцы давали деньги давали все свое время посвящали себя полностью борьбе за демократическое общество в украине причем это не слова это практика то есть что это значит буквально да то есть если например мой брат бизнесмен он организовал других своих товарищей бизнесменов чтобы организовывать еду гуманитарную помощь в качестве медицинских товаров тепло и необходимую телесвязь да то есть чтобы чтобы люди могли чтобы люди могли транслировать через интернет все что происходит на время как оккупации крыма так и ранее во время евромайдана я занималась организацией международной помощи вместе с моей командой и с другими правозащитниками из украины это просто обычные граждане и таких граждан были миллионы в украине как и поэтому я делюсь этим опытом с казахстаном очень охотно до этого делилась том числе с молдовой потому что если у вас будут сознательные граждане какое бы не было дырявы у вас государство коррумпированное в состоянии будете вы поменять в определенный момент вам надо будет понять что это вы будете строить это государство вам необходимо прийти будет на должности депутатов верховного вашего парламент ну как бы парламента в манжелисе да потом нижних парламентов местных парламентов вам необходимо становиться акимами директорами государственных предприятий и для этого вам нужны знания вам нужна уверенность что вы берете на себя эту ответственность и готовы вычистить грязную политику сделать ее чистой и прозрачной прозрачной максимально прозрачной конечно из моего опыта большинство моих друзей которые в конечном итоге пришли после оранжевой революции или уже после евромайдана на должности государственной должности или или должности депутатов не все выдержали не все выдержали исключение властью и некоторые из них к сожалению пошли на сделки были замешаны в коррупционные дела но большинство тем не менее сейчас дальше продвигают двигать реформы и какая бы ни была сложная ситуация в украине несмотря на оккупацию частичного территории со стороны российской федерации несмотря на весь кризис гражданское общество очень активно отслеживает и добивается результатов это самое активное гражданское общество в европе и я призываю вас учиться этому опыту потому что какой-то момент вы будете заниматься тем что будете делиться своим опытом с другими соседними странами сейчас в казахстане я вижу гражданское общество одно из самых активных на территории центральной азии конечно же в киргизии очень активно гражданское общество но там совершенно другая история там президенты меняются а у вас всего лишь один а другой очень условный президент первый президент почему-то сейчас исчез и даже не участвует в телефонных разговорах с высшими должностными лицами европейского союза это впервые я что-то такое наблюдаю поэтому мой опыт правозащиты он основывается на моем опыте десятилетнем опыте как правозащитника и как активиста гражданки украины но в том числе того человека который помогал организовывать гуманитарную помощь грузии к гуманитарной помощи защиту прав человека молдове защиту прав человека российской федерации политически заключенных прежде всего из украины жертв пыток и конечно же с казахстаном меня связывают уже больше чем десятилетняя история я начинала ее как студентка phd то есть докторат я не помню уже как это называется аспирантура аспирантура в польше когда меня пригласила правительство польши на стипендию и в рамках этой стипендии я написала свою научную работу о том как гражданское общество казахстана искала свое национальное самосознание пыталась строить демократию для меня это было очень интересно потому что я познакомилась перед рассказами в 2004 году а во время как раз таки раньше в революции и из того момента я очень тесно смотрю что происходит у вас делюсь опытом и часть людей которых я описывала своей научной работе они были нефтянниками журналистами из жена зена из мангистау и буквально расстреливали ну как сказать не расстреливали пытали на моих глазах я вот точно так же как с вами сейчас общалась с ними в прямом эфире но это был туда skype и во время одного из таких интервью забрали женщину одну вторую я не понимала что происходит я слышал только крики как их избивали и а позже я узнал о том что их некоторых расстреляли некоторых пытали жестоко это была причина почему я перестала заниматься своей диссертации аспирантской но переключилась полностью на правозащиту то есть нельзя для меня это было невозможно заниматься научной работой и при этом просто писать случаи о том как вот один из людей из одних главных персонажей твои твоего научного труда скажем так про просто умирает сейчас где-то там погибает поэтому я использовала все свои контакты какие у меня тот момент были депутатов правозащитников для того чтобы эту тему сделать максимально громкой такой у меня опыт супер вот что касается я вот вчера задавал какова реакция международных организаций вот я вот сейчас хотел бы дополнение к этому вопросу сделать еще вот как как можно будет сделать да то что у нас сейчас казахстане начали преследовать наших гражданских активистов по статье 489 пункт 10 это участие регистрированной организации полный беспредел и здесь важно смотреть кому разрешают действовать в качестве незарегистрированных организаций кому не разрешают и почему надо задавать вопросы потому что очень не нравится кому не нравится мне нравится к нб не нравится провластным потом если кому-то разрешают замечательно ну тогда должен разрешать всем или же и тогда слова президента така его абсолютно выглядят смешными то есть он ну это это надо опять таки показывать да кроме того есть ратифицированные международные договора которые казахстан обязуется и подчеркивает постоянно что он выполняет на международной арене эти например международный пакт по политическим гражданским правам да это договор о партнерстве и сотрудничестве между европейским союзом и сша и и казахстаном это обязанности казахстана в рамках рабочей группы по освобождению политических заключенных между сша и казахстаном надо постоянно делать такие факты максимально гласными и публичными собирать информацию то есть есть дела индивидуальные когда мы знаем имена конкретных активистов их необходимо собирать в общую коллективную жалобу то что мы делаем да и представлять на международной арене когда один человек это один в поле не воин вы знаете но очень важно знать индивидуальные истории но когда вас много а сейчас наша коллективная жалоба насчитывает более 400 кейсов 400 кейсов очень хорошо документированных тех людей которые у нас есть анкеты и доверенность у нас еще их на самом деле больше потому что наши списки насчитывают 2000 активных активных граждан казахстана во всех на городах страны да но проблема в том что некоторые из них не владеют навыками как использовались компьютеры как элементарно подписать доверенность анкету это все сложно помогайте таким людям пускай у нас будет и две тысячи анкет чтобы мы подали коллективную жалобу с двух тысячи активистами и тогда это будет очень серьезный удар по той пропаганде который вещает в том числе режим назарбаева это очень серьезное оружие для защиты ваших прав пользуйтесь им и тогда любые международные организации они будут иметь возможность говорить языком фактов и каждое ваше видео обращение каждый ваш эфир где четко записано лицо имя фамилия полицейского это тоже для нас очень важная информация потому что мы ведем списки кнбшников и полицейских которые выполняют преступные приказы режима назарбаева сейчас у нас очень большая коллекция если кто-то из них думает что он избежит этой ответственности он очень сильно ошибается и мы не только собираем эти списки мы собираем и делаем их истории известным их родственникам детям то есть это все будет находиться в интернете во всех языках ну то есть как бы ключевые языки английский русский возможно даже немецкий итальянский мы сейчас тоже работаем над тем чтобы переводы делать то есть об этих людях в просторах интернета будут знать все и на все поколения и это один момент а второй момент это конечно же персональные санкции это вопрос очень серьезный для для именно для этого сейчас работает рабочая группа между сша и казахстаном в том числе для того чтобы не было персональных санкций сейчас казахстанские власти делают определенные шаги например они пытаются как можно меньше людей активистов садить на уголовные сроки и переходят на сроки условные да и или ограничение свободы это тоже политическое преследование и ваша задача как гражданских активистов требовать чтобы такие дела были включены в рабочую группу между сша и казахстаном чтобы они были включены в переговоры между европейским союзом и казахстаном а для этого необходимо следить что о вас говорят и пишут за границей на английском языке прежде всего и кто пишет и здесь важна роль прежде всего единственного источника информации для многих дипломатов и депутатов журналистов экспертов западных это радио азотик если вы посмотрите что делает радио азотик в основном это сводки следователей они разлируют информацию исключительно стороны обвинения не поясняют что происходит на самом деле какие политические мотивы не называют это политическими мотивами вот сейчас мы работаем над большим отчетом по делу политического убийства дулата агадила мы проанализировали статьи который написал азотик за все время когда его преследовали в основном это цитаты из следственных документов или же следственных скажем так пресс-релизов в отношении дулата агадила там нет мотивов если что-то они пишут о политическом преследовании они говорят он себя считает активистом он считает это политическим преследованием когда так говорит об этом журналист это значит что он не разделяет позиции автора понимаете этих слов это очень важно поэтому то как вы будете корректировать каждую публикацию спрашивать азотик который финансируется на деньги американских налогоплательщиков их прямая функция и задача освещать нарушения прав человека в тех странах где нет независимых сми это такие страны как казахстан и тогда у вас будет действительно найти правильный поток информации тогда будет правильная международная реакция потому что оперативной информации на которую сейчас строят свои анализы дипломаты депутаты и журналисты и эксперт является азотик а он транслирует пропаганду и вы как активисты как граждане казахстана можете сделать все чтобы эту пропаганду останавливать ваши комментарии должны быть очень аргументированными очень грамотными без каких-то вульгарных слов они должны говорить языком фактов почему в этой статье нет например упоминание о том о том о том да то есть он как бы о том о фактах политического преследования почему не цитируются правозащитники какие правозащитники вы хотите чтобы цитировать то есть должно быть должен быть баланс мнений он должен соблюдаться они прекрасно об этом знают и редактор дорог который как раз таки поощряет эту пропаганду тоже прекрасно об этом знает но он продвигает пропаганду это его сознательный выбор чтобы ваш голос слышен был вас должно быть много и ваш голос должен быть аргументирован и систематическим то есть не под одной публикации а под каждой публикации если вы видите что азатык не освещает нарушение прав человека например как в случае с правозащитниками они шукеевой алтынай токсиковой данной женой и например тоже дьянары мукатовой сейчас вот преследование булатную ругазева а субека караева да потом было сумасшедшее задержание с целой армией полицейских и каньбешников рейхта романа да на глазах его малолетних детей избили его его супругу эти факты не описаны азатаку азатаком это надо спрашивать при этом необходимо использовать социальные сети как twitter где вы будете спрашивать на английском языке тегать сенаторов конгрессменов представителей департамента сша государственного департамента сша и объясняю им контекст что у вас происходит политические преследования активистов но радио азатык замалчивает эту информацию когда кто-то замалчивает информацию это тоже часть распространения пропаганды то есть есть два вида распространения пропаганды когда ты скрываешь информацию не доносишь то что происходит второе ты транслируешь отрывочные выборочную или же вообще просто откровенную неправду что тоже очень часто делает азатык поэтому эта задача ваша как активистов граждан казахстана очень тщательно мониторить как работает радио азатык тогда реакция всех международных организаций будет более адекватной потому что они читают азатык на английском языке вот сейчас вот что касается 489 статьи пункт 10 участия незарегистрированных организаций по 50 мрп это сто с лишним тысяч почти практически 130 тысяч по моему да вот мы сейчас допустим своим ребятам говорим просто чтобы никто не выплачивал эти штрафы с учетом того что сейчас карантин во первых и второе это то что государство не может выплатить своим гражданам по 50 тысяч деньги а штрафует гражданских активистов аж на 130 тысяч деньги тем самым они пытаются пополнить казну что ли через нас я вот этого понять не могу смотрите я вчера но во первых мы сейчас тщательно анализируем видео каждого из активистов которые нам пересылают или делать прямую трансляцию в моменте задержания и мы видим тенденцию что на каждого активиста во время таких задержаний когда он приходит штрафовать или еще что-то вот например было случае с а субъеком караевым рейхтом романом булатом норгазиным участвует минимум минимум 5-7 полицейских и два кмбшника случае с булатом норгази 20 полицейских 20 а теперь давайте посчитаем с вас хотят снять 50 мрп это 135 тысяч тенге правильно полицейского средняя заработная плата после последнего повышения это тысячи долларов во всяком случае так мне сказали даже больше по моему сейчас уже у них ну возможно если с какими-то надбавками и так далее узкой нбшника средняя заработная плата те которые именно ходят и следят как полицейские выполняют это тоже с надбавками у них 1500 долларов суммарный бюджет вот мы скромно считаем до 5 человек и 2 плюс кмбшника это 9 тысяч долларов в месяц они должны получать зарплату хорошо вот мы поделим их скажем что они не каждый день за вами следят там время от времени они переключаются на кого-то еще есть у них какие-то нештатные ситуации там действительно какие-то уголовники и так далее и тому подобное хорошо делим на 2 чтобы было более скромно но это же целый год бюджет должен быть правильно для человека это 108 108 миллионов долларов получается в результате понимаете это бюджет одного вашего города численностью 150 тысяч человек эти деньги платите вы из своих карманов и сейчас в эти штрафы в период когда коронавирус когда все нормальные государства действительно настоящие государства они поддерживают свой бизнес поддерживают свои граждан создают условия чтобы вы действительно могли находиться дома и соблюдать карантин они ходили по улицам в поисках еды и работы эти действия власти просто ну абсолютно неадекватные почему вы можете также это следить еще по тем фактам например что вы можете анализировать как действуют другие государства и показывать это на конкретных примерах это тоже задача делать каждый конкретных активистов как можно больше просвещать граждан казахстаном и рассказывать им как другие государства борются с коронавирусом почему это важно потому что в конечном итоге казахстан окажется в полной изоляции это окажет огромное негативное влияние на каждого из вас то есть сейчас например я я точно знаю что европейский союз рассматривает как изменится внешняя политика его в отношении тех государств которые не в состоянии бороться с коронавирусом а казахстан как раз таки таким является государством то что они вам рассказывают что у вас всего там несколько сотен больных коронавирусом это же конечно же пропаганда не может быть в стране которая является одним из самых больших государств находится ближе всего к китаю у вас абсолютно большая дыра в границе то есть ходит каждый куда кто хочет чтобы у вас было меньше заболевания при вашей уровне медицины и закрытости общества доступа к информации вообще никакому нет у вас было меньше заболеваний чем например той же самой бельгии и тем более в сша это же просто я не знаю каким надо быть чтобы это поверить о чем это говорит вот одним из главных приоритетов для европейского союза для других демократических стран будет вопрос безопасности коронавирус это глобальная проблема это вопрос безопасности любой экономики сейчас понимаете то есть все экономики развитых стран сейчас терпят колоссальные убытки разоряются рестораны разоряются ну просто все предприятия потому что экономики стоят они фактически замерли и это все очень сильно ударяет по политической безопасности по по любой любой форме безопасности поэтому сейчас демократические страны они будут очень внимательно смотреть кто справляется с этим к этой проблемой а кто нет и казахстан он почему сейчас пытается сдавить любое гражданское общество почему сейчас пытаются взять расписку о неразглашении с любого представителя общества казахстана если например кто-то потенциально заболел коронавирусом или потенциально распространяет информацию о том что происходит в медицинских учреждениях сразу же на него накладывают запрет даже есть официальная информация сейчас официальное постановление которое запрещает вести видео аудио съемку в больницах и это прямое очередное нарушение ваших прав вот точно так же как участие в незарегистрированных организациях это нарушение ваших прав вот точно также фиксировать на видео это также нарушение ваших прав и здесь чиновники спасают свою пятую точку потому что они хотят выезжать за границу их дома их дети учатся за границей они не хотят жить в казахстане с этой ужасной нищенской медициной они не хотят погибать вместе с вами они хотят иметь доступ к европейскому союзу к сша понимаете а сейчас при таком уровне пандемии как в казахстане закрытом обществе их никто никуда не впустит вот они и рассказывают пропаганду вот и бегают мальчики ваши солдатики вместе с костюмами и изображают дезинфекцию вместо того чтобы действительно дезинфицировать да уже много случаев у нас много видео со собралось что люди защитном халате заходят в подъезд в руках тряпка другой фотографируют делают вид что они тут работают дезинфекцию проводят и все уходят на этом а это же важно об этом рассказывать вам важно да и это я вот думаю сейчас мало того что они обманывают общественность так они еще же с бюджета деньги за это берут вот они якобы что-то делают конечно вот только вчера я опубликовала у себя на инстаграме информацию об одном молодом человеке из алматы который жаловался на условия в больнице говорил что рыба гниет с головы что это вина министерства здравоохранения и в конечном итоге сегодня он написал он удалил все свои посты удалил все свои stories потому что на него оказали давление но проблема в том что подавляющее большинство граждан казахстана еще не умеет не осознают насколько важно быть солидарным для того чтобы отстаивать свои права человека и свою право на гласность это единственный сейчас шанс для вас выжить и не скатиться до уровня какой-нибудь африканской страны где все будет просто умирать от голода это реальная перспектива потому что к сожалению сейчас прогнозы очень печальные и это для демократических развитых государств разумно запечальное что говорить про ваше государство которое полностью недееспособно сейчас и занимается преследованием к нб занимается преследованием активистов переселяет пациентов рожениц из роддома для того чтобы поселить какого-то там чиновника больного коронавирусом то есть они готовы ставить ваши жизни жизни ваших детей матерей жен сестер под риск для того чтобы просто свой зад переместить в более безопасное место а вас выстрелить как ненужные элементы да это просто невероятно я не знаю как с этим бороться сейчас я вот хотел бы сейчас используя бороться этим максимально распространять знания вы должны сейчас смотрите у вас у активистов вот евромайдан когда начинался в украине тоже было знаете такое ощущение в некоторой степени обреченности потому что говорили ну вот все никто не выйдет на протесты это вообще будет ужасно нас всего 100 активных самых таких скажем грамотных активистов к в разных регионах украины оказалось что этих 100 активистов вполне достаточно просто важно правильно мобилизировать людей при помощи социальных сетей сейчас все из-за карантина сидят социальных сетях они ищут информацию очень много людей осталось просто без работы вот ваша задача проводить как можно больше прямых эфиров ваша задача как можно больше образовывать показывать на собственном опыте как вы добивались и добиваетесь отстаивание своих прав как это можно делать и почему это можно делать именно так почему это успешно вы фактически за вот этих последние два года добились того что за любой лайк за любой пост раньше садили в казахстане на уголовные сроки сейчас вас штрафуют я понимаю что это все равно политическое преследование но это ваше достижение вы это выбрали многие ценой своей жизни как вот например дулата газил да но тем не менее результаты огромные и они у вас есть это ваша сила это ваше знание то ваш ноу-хау в казахстанском обществе делитесь им сами будьте более образованными становитесь и организовывайте своих родственников друзей просвещайте их вытаскивайте их в твиттер в инстаграм ищите контакты депутатов дипломатов тем более сейчас как раз таки европейский союз и сша другие демократические страны проснулись после можно сказать первого шока от коронавируса они сейчас внимательно будет следить чтобы дальше поток коронавируса не прибывал в их страны они будут смотреть что развивается других обществах и поэтому такая нужны красивые картинки ему нужна пропаганда разбиваете его пропаганду да вы будете получать поддержку понимаете и сейчас через коронавирус вы можете защищать свои права человека отстаивать своего свободы и вы должны это делать потому что для вас это вопрос выживания но мы это делаем и будем делать в любом случае я вот хотел сейчас обратиться к нашим зрителям которые смотрят на сейчас прямом эфире будут потом смотреть записи особенно тем людям которым сейчас наложили огромные штрафы я думаю вот на время пандемии по крайней мере что не будет никакой ясности никаких выплачиваний штрафов этого тоже один из видов сопротивления если мы видим что эти штрафы незаконные соответственно выплачивать их я думаю абсолютно нет никакого резона и я думаю их нельзя платить вот не то что надо платить а вообще ни в коем случае нельзя их оплачивать эти штрафы надо наоборот сейчас отстаивать свои права правильно подавать суд на этих правоохранителей на этих полицейских которые возложили на вас вот это бремя 150 мрп незаконно и доказать не только их участвовал для того чтобы вам на это наложить то есть вы же считаете их зарплату да вот я думаю сейчас вот на этом надо будет акцент сделать наших граждан чтобы я уже знаю что из показав стану большое количество людей которые именно по этой статье привлекли 489 пункт 10 мы тоже ведем списки в ближайшее время опубликуем если еще кого-то оштрафовали и вы с нами не связались пожалуйста свяжитесь сейчас мы заканчиваем уже наш большой отчет по дулату агадилов и заканчиваем работу над коллективной жалобой по всем самым последним обновлениям поэтому пожалуйста кто еще не заполнил не знает как заполнить анкету доверенность связывайтесь с другими активистами идите пускай вам помогают сейчас можно через помощью социальных сетей все эти вещи сделать поэтому защищать свои права солидарно я еще хотела отметить очень важный аспект что социальные сети сейчас для вас самый главный инструмент защиты ваших прав это касается не только активистов это касается просто всех граждан казахстана и здесь важно отметить роль ботов определенных к нбшных ботов которые очень часто сеют угрозы которые собирают компромат опять же возвращаемся к теме того что сейчас репрессивная машина огромные ресурсы вместо того чтобы выдать эти деньги просто гражданам казахстана власть в казахстана выдают эти деньги для репрессии и вот это вот самое досадное то что вот мы видим что в казахстане у нас творится да вот уже сейчас вот поступает сигнал вот сегодня ко мне вот в личку поступило 10 сообщений это вот район алматы пригород да оттуда приходит сообщение говорит нам нечего есть хотя бы 2000 ченгек переведите на наш счет представляете вот ко мне в личку сейчас вот такие сообщения приходят это вообще кошмар какой-то я говорю если в течение недели другой если сейчас власть не сделает реальных сподвигов что касается компенсации населения я думаю у нас тут сейчас может начаться что-то ужасное поэтому я вот еще раз призываю власти чтобы они выплатили эти 50 тысяч каждому человеку даже включая ребенка чтобы наши люди действительно вот они сейчас сидят дома даже не могут из дома выйти в магазин сходить на улице ходят патрульные задерживают начинают как бы это да документы спрашивать преследование начинается штрафы там или еще что-то в этом духе запрещает даже на улицу выходить сейчас на данный момент как людям выживать если у него холодильник пустой вот в один вопрос я вот хотел бы этим сейчас гражданам задать которые сидят и трут сейчас кожаные кресла своих акиматах это вопрос который еще к ним не дошел им зарплату выплачивают понимаете они будут последними и если вы видите по их абсолютно неграмотным действием как они пришли в верхней одежде просто маску нацепили и пришли в куртках в абсолютно без какой-либо защитной одежды пришли в роддом да там где и были и женщины постарше и дети и роженицы и они зашли в верхней одежде это же вирус который распространяется абсолютно везде они же трутся с огромным количеством людей они пришли в больницы для того чтобы забрать здоровых людей непонятно куда в угоду какому-то чиновнику эти люди они совсем не думают они себя убивают они других подвергают риску понимаете и чем больше грамотность граждан казахстана тем больше будет результатов от того чтобы этих бестолковых кнбшников как-то приструнить к сожалению это факт и вот мы например тоже видим по факту что так называемые начальники отдела по борьбе с экстремизмом например городе семей человек который преследует активистку кирбес он вообще маньяк ходячий и с 2013 года есть официальная информация что он сбивал жестоко избивал свою жену потом ее преследовал ограбил насиловал эта информация висит на сайте то есть высшее руководство страны сознательно оставляет маньяков форме на работе для того чтобы они занимались преследованием политическим насилованием граждан причем правильным потому что они нравственные условия нету конечно да и такие факты необходимо делать опять же публичными потом очень важный факт например в казаларде мурат богометов только за то что он снимал видео о том как матери пошли как ямату у него больное сердце он инвалид его посадили на пять дней ареста до административного это опять же условия коронавируса это огромный риск это огромный он является человеком из группы риска и таких людей очень много их не то что арестовывать нельзя и к ним вообще домой приходить нельзя они должны быть полностью вообще ну как сказать в некоторой степени под постоянным домашним присмотром чтобы они никуда не выходили да и в этой ситуации его решили осудить по видео да то есть за ну как бы победе трансляции а посадить реально вместо домашнего ареста его посадили в реальный арест это приведет это приведет к массовым мором в местах заключений то что вы сейчас можете делать и должны делать это максимально кричать о таких случаях в социальных сетях делать их максимально публичными потому что это опять же будет разбивать пропаганду режима назарбаева это будет показывать неадекватность действий властей это будет показывать то что они провоцируют мор реально массовую смертность местах заключения где нет мыла где нет самых элементарных условий где просто люди обречены на смерть из-за того что те кто к ним приходят из сотрудников правоохранительных органов они сконтактируют с внешним миром с большим количеством людей они заражают понимаете это первый момент второй момент те которые садятся в новую новенький вот например как амурат баимагометов он общался тоже со многим он приходит и он фактически тоже может принести на себе хочет или не хочет этот вирус другим заключенным им сбежать некуда нет никаких условий для того чтобы они хоть как-то себя защитили нет никакой вакцины и поэтому во многих странах даже в афганистане понимаете даже в афганистане выпускают заключенных а в казахстане не выпускать политические заключенных об этом надо кричать об этом надо просить рабочую группу amraham таким образом обязательно говорить не то что не выпускает их сейчас на прямую вот как на примере Officer им наоборот туда определяет да 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 но об этом надо опять же еще раз говорю максимально сейчас все челленджи которые вы делаете обязательно включаются конкретные имена говорить что вот на сейчас такое то количество два политически преследуемых. Вот, например, Дианара Мукатова. Ее могут заново посадить. 7 апреля у нее тоже суд. Ее, опять же, могут посадить за то, что она сообщила о том, что ее избил один из сотрудников полиции. Он превысил свои полномочия. И таких случаев, к сожалению, очень много, но власти о них молчат. И ваша задача сейчас, пока Европейский Союз и другой демократический мир проснулись, скажем так, очнулись после первого шока пандемии. Максимально об этом говорить в социальных сетях. Говорить о том, что сейчас катастрофическая ситуация. У вас может быть массовый мор. Вы не хотите этого. Власти не предпринимают никаких действий. Они сейчас официально, они вам сделали большую помощь. Они формально запретили распространять информацию. Вот публикуйте об этом информацию и максимально об этом кричите. Азатык об этом будет молчать. Значит, надо спрашивать Азатык, делать скрины экранов, публиковать их, отмечать, тегать в Твиттере конгрессменов, представителей государственного департамента США. и говорить, что они не выполняют свою главную функцию, не защищают, не освещают в полном объеме или вообще не освещают. Понимаете? Это очень важно. То есть важна аргументация и факты. То есть вы делаете скрины, вы показываете на фактах, видео, делаете с титрами. То есть это все можно сделать. То есть сейчас каждый из тех, кто знает английский язык, знает немецкий, другие иностранные языки, у вас есть телефон, у вас есть знания, вы умеете писать тексты, вы готовый человек, который может спасти эту страну сейчас. Понимаете? У вас не так много времени. Пандемия развивается очень стремительно. Вот так как, например, польское гражданское общество. Мы сейчас собрали там больше 500 тысяч золотых, это больше 100 тысяч евро. Мы собрали для того, чтобы помогать врачам. Этим занимается, например, мой супруг, конкретно по направлению Польши. Общество занимается этим, потому что государство не в состоянии обеспечить врачей теплой едой. Они хотят быть спасены, понимаете? И поэтому гражданское общество там организовывается и двигает эти процессы. Если вы хотите быть спасены, вы должны это делать. Понимаете? В Украине, например, они боятся, украинцы боятся китайских тестов. Они мне доверяют. Китайским тестам не доверяют испанцы, итальянцы, не доверяют голландцы и многие другие страны, потому что они видят, что эти тесты не доверяют. Что делает украинское гражданское общество? Опять же, снова изучайте опыт. Они сделали тесты, то есть есть врачи, есть другие эксперты, которые показали публично, почему эти тесты являются непригодными, понимаете? А в конечном итоге это было подтверждено еще демократическими правительствами демократических стран. То же самое с масками. То есть у вас общество, ваш вопрос выживания в ваших руках. Никто вместо вас этого не сделает. Сейчас каждый обречен ровно на такое общество, на такую медицину, которую вы сами сделали. Например, ваши чиновники никуда не могут сбежать сейчас. Уникальная ситуация. Они обречены получать ту медицину корруппированную и нищую, обкраденную, которую они сделали, понимаете? Поэтому что они делают? Они выкидывают рожениц и всех абсолютно из роддомов, чтобы свою пятую точку там держать, потому что значит только там хотя бы как-нибудь они могут спастись. И там может быть квалифицированный персонал. Это же недопустимо. Если вы этого не будете допускать, этого не будет. Вас больше. У нас с вами осталось минут перед тем, как эфир отключится. Давайте дальше. Сколько минут осталось? 17. Я вот смотрю, потому что не хочу, чтобы она убилась. Как в прошлый раз. Так, ну, в принципе, вот те вопросы, которые я готовил, мы сейчас по ходу нашего разговора практически на все вы ответили. Вот сейчас вот единственное по поводу девчонок мы тоже уже как бы, да, по ходу разговора тоже уже ответили. По поводу данной журналы. Очень важный момент. Факт того, что сейчас за счет публичности вы достигли одного. Сейчас вас стараются преследовать не уголовно, пытаются преследовать через административные дела. А некоторые, как в случае с Анней Шукеевой, которые просто какое-то бесконечное количество преследований, с другой стороны, уже про ее кейс очень хорошо знают на международной платформе. Например, она упоминалась в письменной декларации с подписью более 20 депутатов из различных стран. Парламентская ассамблея Совета Европы. Одни очень хорошо знают депутаты Европейского парламента, Парламентская ассамблея АБСЕ и многих других национальных парламентов, Бундестага. Так вот, сейчас в отношении нее хотят предпринять бандитские методы. Последнее ее сообщение было о том, что взломаны были социальные сети, у нее взломана была социальная сеть более 10 тысяч подписчиков в Инстаграме. Она никак не может восстановить там свой доступ. Пытались взломать ее в Фейсбук, там не получилось. И сейчас КНБшники искали ключи к ее квартире. То есть, я хочу обратить это внимание, это такая же ситуация была в Украине. И очень многие мои друзья из Украины, они столкнулись с тем, что государство, которое не в состоянии было их публично из-за того, что им это невыгодно для репутации преследовать их уголовными или административными штрафами, да, или каким-то образом, они выбирали бандитские методы. Это вот как раз такие проникновения домой, избить, да, и так далее, и тому подобное. И вот в таких случаях, опять же, конечно же, Аня очень аккуратная. Она сделала очень правильно. Она сейчас фактически возложила всю ответственность за любое какое-либо действие против нее на власти, потому что она сделает информацию публично. В том числе, если вы знаете, что вам угрожают, делайте эту информацию публично. Вот сейчас с Булатом Нургазиным и сделаны операции против него с наркотиками, так называемой, марихуаной. Это же абсолютно видно, что это разработка была активиста. И 20 полицейских не появляются на пустом месте, понимаете. То есть сейчас такие разработки могут быть по всем регионам Казахстана. Держитесь максимально близко, солидарно, информируйте максимально быстро. И здесь, опять же, один из главных ключей, что анонимные блогеры, фейки, они знают информацию гораздо быстрее, чем правозащитники и родственники. Так было случай с Булатом Магадилом, когда первые фейки написали о том, что у него сердечно-недостаточности, он поэтому умер. То есть это еще никто не знал, никто не верил в том, что он вообще не живет. Также было случай с Амамбинке, потому что еще все сомневались о том, что она могла каким-то образом совершить самоубийство. Сейчас по расследованию мы видим, что, скорее всего, это убийство, которое подставлено под самоубийство. Потом то же самое угрозы, которые исходят под адресом других активистов. Откуда они знают быстрее? То есть это сами КНБшники, которые сливаются и таким образом пытаются запугать других активистов. Эти случаи необходимо фиксировать. Вы должны понимать, что социальные сети используют как один инструмент для того, чтобы рассеивать дезинформацию, чтобы ссорить активистов. Этого нельзя допустить. Вы должны дальше оставаться единым целым, максимально внимательно отслеживать все, что происходит вокруг вас, фиксировать и делать публичным. Публичная защита самый ваш главный в данном случае и верный инструмент для этих целей. Сколько у нас времени осталось? 13 минут. А, еще 13? Ясно. Ну, вот что хотелось еще сейчас к завершению нашего разговора к нашим ребятам, всем казахстанцам обратиться, то, что действительно сегодня 40 дней с момента того, как погиб наш брат, которого убили, и это мы знаем, так же самое мы хотим сейчас призвать власти, чтобы они действительно разыскали, как бы провели трезвое справедливое расследование. что на это рассчитывать нельзя. Они должны выполнять пригласить. Вот смотрите, депутат бельгийского парламента, один из членов парламентской ассамблеи ОБСЕ, он сказал, что рассчитывает на то, что казахстанские власти, если им скрывать нечего, они должны пригласить международную миссию ОБСЕ, ООН, Европейского парламента, который как раз в эти дни был в своей миссии в Казахстане для расследования. Понимаете? И это, собственно говоря, одна из главных ваших задач как гражданского общества требовать международного расследования, как в случае с делом Немцова, где гражданское общество, семья добивались того, чтобы было международное расследование. Да, конечно, казахстанские власти будут всячески этому мешать, но если они даже не согласятся на это, это значит, что это убийство политическое, это будет для всех понятно, абсолютно. Если они согласятся, окей, пускай предоставляют доказательства, что это не было политическим убийством. А вот каков механизм сейчас, вот как мы можем потребовать и как можем... Это ваше обращение, личное ваше обращение. Вот как мы сейчас с вами общаемся в прямом эфире, вы можете делать видеообращение к депутатам, к АБСЕ, вы не можете ходить сейчас с протестами, с пикетами, но вы можете делать видеообращение, писать посты, тегать, все это вы можете делать, и сейчас фактически весь мир существует онлайн. Все аккаунты абсолютно работают, поэтому вы все это можете делать. Ну вот все, мы тогда с завтрашнего дня и начнем это делать, будем прям сидеть целыми днями видео снимать, плюс у нас сейчас организовалось... Очень важно, вы должны понимать, что это должны быть краткие видео, ваши месседжи должны быть конкретными, краткие предложения, четко, логично, вы должны понимать, что люди, которые вас смотрят, они не понимают контекста, Казахстан не существует в информационном пространстве, каждый сфокусирован на проблеме пандемии, и вы должны говорить о том, что вот такого-то, такого-то дня, такой-то человек во время миссии депутатов Европейского парламента, когда была, мы узнали о том, что активист и блогер Дулата Гадил найден мертвым в СИЗО, он был абсолютно здоров и так далее, то есть вам необходимо рассказать контекст. Очень важно, и для вас это очень большая поддержка, что, например, представители Государственного департамента США, они ожидают, что казахстанские власти сделают расследование по факту убийства, расследования фактически нет. Сейчас есть запугивание свидетелей, и вот этих свидетелей, таких как Медиатор Истан, Дархан Умирбаев, Серик Жахин, их важно защищать. То есть фактически ваша задача освещать, что вместо расследования идет запугивание свидетелей. И точно так же в случае с Амамбике нет никаких свидетелей, никто не видел, не было возможности проверить, действительно ли она сама повесилась, или ее повесили за то, что она слишком много знала об Акимате, Актабе, за то, что она отказалась с ними сотрудничать в каком-то моменте, понимаете? А все наши расследования, они как раз-таки об этом все факты говорят. Ее похищали, ее похищали сотрудники КНБ и угрожали ей. И есть это видео. И я в скором времени его тоже опубликую вместе с дополнительной информацией. И очень странно, что всю эту информацию публикует Азатык, опять же, исключительно с позиции цитирования органов следствия, понимаете? Они не написали ни слова по поводу допроса и по поводу того, как преследовали Алтинай Туксикову, Дану Джанай. Ни слова не написали. Ни слова. И одновременно они цитируют исключительно только следствие. Все. Это их позиция. Это очень опасно, это очень неправильно. Они абсолютно в данном случае, и еще при этом Доров писал, что он пьет шампанское или что он там, или просека. В общем, он себя чувствовал замечательно в тот момент, когда фактически случилось очередное убийство месяц после, после убийства Адулата Агадила в СИЗО. Печально это все. Нам бы сейчас самим может организовать независимое телевидение. Как вы его организуете? Вы можете только делать такие прямые эфиры. Это же ресурсы. Надо быть реалистом. К тому же, зачем отдавать тот инструмент, который уже у вас есть? Это ваш инструмент. Это все равно, что вам сказать, что давайте организуем другое государство Казахстан, а сами уйдем из Казахстана. Нет, вам нужно навести порядок у себя в государстве. Украинское государство потому и существует, потому что граждане, каждый из бизнесменов, каждый из граждан, каждый из врачей, мы понимали, что эту работу никто кроме нас не сделает. Да, это тяжело. Да, многие мне сейчас пишут, Людмила, но мне же еще есть, что терять. У меня еще есть там предприятие, у меня еще есть, что терять. Сейчас у вас есть, что терять. А что будет через две недели, когда огромное количество разъяренных, голодных казахстанцев, им нечего будет терять, и они могут раскрушить ваш бизнес. Вот то, что мы сейчас наблюдаем в других странах третьего мира. Ведь там сыпется все просто на глазах. Не допускайте этого. Чем вы больше граждан, несознательных граждан сейчас сможете остановить этот беспредел, тем лучше у вас будет условие. Вы не будете строить все абсолютно на пепле. Важно же сохранить, а не просто жить потом на углях. Почему все в Украине стремительно, неважно, айтишник ты был, неважно, ты был следственник, все бросались, понимаете, для того, чтобы защищать границу Украины. Вот сейчас у вас нет оккупанта, скажем так, в плане внешнего государства. Ваши оккупанты внутри. К сожалению, я должна это так сказать, понимаете? В Украине, например, сейчас два врага. Российская агрессия, то есть российский режим, плюс внутренняя коррупция. И вот с внутренней коррупцией украинское гражданское общество постоянно, систематически борется. Ваша задача делать то же самое. Посмотрите на самый лучший опыт, используйте его, внедряйте. Вы же пользуетесь все телефонами, социальными сетями, ездите на верблюдов. Вот. Спасибо, спасибо. пожалуйста. Я прям конспектировал все дела. Ну и, конечно, кто хочет стать нашими волонтерами, мы будем всегда рады и делимся своим опытом всем, чем только можем. Вы знаете нашу группу «Активисты, не экстремисты». Сообщайте там о всех нарушениях прав человека. Пишите здесь на моем инстаграме, кто хочет стать волонтером. Если вы знаете языки, представляете, я вас направлю в наши группы «Телеграм» или же в группу «Фейсбуке», где мы собираем информацию и проводим тоже различные обучающие, скажем так, видео и так далее. И также я очень много публикую себя на странице с одной целью, в принципе, максимальное просвещение. Вот этот «Фейсбук» и «Инстаграм» сейчас у меня направлены в большей степени именно на вашу страну. Твиттер больше фокусируется у нас на Польшу и на Турцию. То есть у нас просто мы занимаемся многими странами, сейчас разделили, сегментировали фактически социальные сети. Ну, ясно. Да. Так что так. Ну, все. Спасибо. Да, всем спасибо. Всем до свидания. Остаемся на связи. Коще партия Сауга. Да. Все, всего доброго. До свидания. До свидания.